Здравствуйте! Вы взволнованы, у вас плохое настроение, что-то вам не нравится, вы удручены. Нет, это не реклама, волокордина. Я предлагаю эти полчаса провести с нами, в нашем телевизионном пресс-пабе, где мы попытаемся сделать всё, чтобы ваше настроение улучшилось. Или во всяком случае, вот это состояние напряжения, оно ушло. Потому что всё, о чём мы будем сейчас здесь говорить, всё, что будем обсуждать, мы делаем с одной целью, чтобы успокоить вас, только без паники. С чем же пришли те, кто сидит сегодня перед вами в наш пресс-паб? С какими статьями? Что сегодня взволновало? Сегодняшние известия сообщают, несколько человек умерли от отравления итальянскими консервами Монтана. Но негодные продукты прибывают в России не только из Италии, экспортируют их и Грузия, Молдавия и Украина. Эту же тему продолжает коммерсант Дейли. Главный ветеринар России ввёл запрет на ввоз в страну яиц из-за угрозы сальмонолёза. К ввозу запрещены также говяжий и свиной фарш, сырые мясные полуфабрикаты. Газета «Смена» пишет, 400 тысяч человек в прошлом году заболели педикулёзом. То есть, говоря обычным языком, завшивили. В Ленинградской области от педикулёза пострадало вдвое больше людей, чем в предыдущий год. Ещё один, ну поистину панический материал, просто для нашей передачи, обовлекован в коммерсанте. Дума разрабатывает новый законопроект об альтернативной воинской службе. В нём, в частности, есть такое положение. Срок альтернативной службы составляет 4 года. А это ровно столько, сколько лет тюрьмы полагается за уклонение от воинской обязанности. То есть, не хочешь идти в армию свои 4 года, ты в любом случае получишь. Но та тема, которая сегодня действительно взволновала все, она опубликована в «Комсомолке». В специальном выпуске «Комсомолка», «Комсомолка», да? Это «А я лысого». Вы ждёте продолжения? Продолжения нет. «А я лысого люблю», говорили в народе. А вот здесь написано просто «А я лысого». Почему? Да потому что, по мнению некоторых специалистов, уже к 2000 году большинство населения некоторых стран, в том числе и России, полностью облысеет, в том числе и женщины. И мы решили, что эта тема достаточно серьёзная. Во всяком случае, мы решили её здесь обсудить, причём сделать это только без паники. Но прежде чем мы начнём это делать, я хочу подойти к вам. Ваше имя, отчество, простите. Николай Егорович. Николай Егорович, вот мы встречаемся с вами впервые. Вы не завсегдатой нашего замечательного крест-паба. Как вы сюда попали? Объясните, пожалуйста, нашему уважаемому зрителю. Пригласили меня вчера, задал вопрос и сказали, что не могу ли я приехать. Но я и приехал. Не понял, ещё раз, как это вы? Вы что, позвонили сюда? Звонил не сюда, я звонил в течение, сказали, что в течение часа можно позвонить. И я последний час не мог дозвониться, а потом последние пять минут, по-моему, позвонил и мне ответили. Я задал вопрос, меня интересующий, по той теме, которая была. Мне спросили, а может, могу ли я здесь поприсутствовать? Вам здесь хорошо, уютно, Николай Егорович? Спасибо. Значит, так же, как Николай Егорович, пожалуйста, звоните нам по телефону 233-16-49 и 346-23-82. Причём не только во время, собственно, заседания нашего крест-паба, но и целый час после того, как это заседание кончится. Тем самым вы не только можете выразить своё мнение по поводу того, что здесь произошло, но и, например, предложить тему для обсуждения завтра. Николай Егорович, я от вас не уйду. А как, да, а вот как вы считаете, что лично для вас вот эта самая проблема облысения лысых, вы, слава богу, так сказать, к ним не относитесь, но всё-таки. Ну, знаете ли, что я отношусь к этому равнодушно, откровенно говоря. То есть вам всё равно? Всё равно абсолютно. Ну, тем более у меня была учительница, когда я учился ещё до войны, по немецкому языку, она носила парик. И об этом все знали мы, дети. Не дразнили? Нет, абсолютно. Мы к ней относились с большим уважением. Ну и потом воспитание раньше было другим. Так, это тема следующего заседания, значит, нашего будущего, извините, воспитания. Вот Николай Егорович говорит, что даже раньше, вот когда ещё до войны женщина была лысой, вроде даже это и не была проблемой. Никто об этом не говорил. Вы имеете в виду женщины сегодня? Да. А проблема ли это для вас? Лысые женщины? Например. Ну, не знаю, сейчас я, насколько знаю, некоторые ансамбли, как они называются, рок-группы специально женщины бреют голову. Но вот я знаю одно из... Полиция нравов. Да, Полиция нравов. Мне недавно рассказала одна знакомая, она вышла замуж за Лысого. И на свадьбе её подруги спрашивают, слушай, тебя ничего не пугает, что он лысый? Она говорит, как лысый? То есть он для неё не был лысый, она не называла про себя его... У неё со зрением всё было в порядке. Великолепно, у них ребёнок, и со всем остальным тоже. Спасибо. Извините, но как бы, так сказать, вы имеете непосредственное отношение к теме нашей передачи. Как это касается лично вас? Как я стал лысым? Или почему я лысый? Это чуть позже, и может быть даже после передачи. А вот лично для вас, так сказать, проблема эта существует или нет? Нет, это, скорее всего, удовольствие. Я очень боялся в детстве, когда Котовского Григорию видел на открытке, маленький был, и испугался. Я с тех пор очень сильно боялся лысых. А ничего, что вы сейчас немножечко, как бы, братья? Братья? Нет, я же самостоятельный, добровольный, вынужденный, а есть добровольный. Я доброволец в этой системе. И как вот это? Ну, я не знаю, как это называется, но это очень... Что к этому повелось? Ну, это вот, я не знаю, доктора Щеглова, наверное, надо спросить. Знаете, вот бильярдные шары в руках, когда вот, это вот тоже какое-то ощущение. Если раньше нравилось, допустим, мягкое, плюшевое что-то, то с возрастом вдруг тенденция изменилась, и я стал больше такой гладкий. Вот шары... Причем здесь шары-то и... Ну, это вот, когда думаешь, поглаживай себя по голове. А мне можно? Ну, безусловно. Спасибо, спасибо. Вы меня ориентацию все испытаете. Я к сексуальному большинству отношусь, так что у меня все в порядке. Так, ребята, вы тоже первый раз у нас студенты. Ваше мнение? Ну, лысые люди... Ну, вообще, честно говоря, я бы хотел бы полысеть. Студент не хотел бы полысеть, а студентка? Нет, очень не хотел бы. Хотя для нас, знаете ли, как вот выразилась уже Надя до этого, это, значит, мера разработки, да, область разработки каких-то новых препаратов, но и в свою очередь... Какого института вы студенты? Химико-фармацевтического. То есть для вас это полигон? Спасибо. Ну и, да, наверное, я завершу этот опрос, как только вам. Ну, я, в отличие от тут, можно сказать, коллеги, вынужденно лысый. И как это для вас? Что это для вас? Для меня это уже нормально. Образ жизни, как очки, как родинка на щеке, это привычка. Но мне очень понравилось одно высказывание. Господь создал очень мало совершенных голов, остальные он покрыл волосами. Когда я это услышал, мне как-то стало легче. Спасибо. Уважаемые наши зрители, если вас заинтересовала наша тема, то мы ждем сейчас от вас, ну, каких-то историй. Может быть, кого-то из вас это совершенно не трогает. Может быть, кого-то из вас это потрясло в свое время настолько, что это изменило вашу жизнь, может быть, изменило вашу личную жизнь. Одним словом, мы ждем ваших историй вот по тем самым телефонам, по которым, я не знаю, видно ли их, 233-16-49-346-23-82. У меня большая просьба. Я очень хотел бы поговорить с представителем музея антропологии. С антропологом, вот, если есть такой главный антрополог Петербурга. Да, конечно. Я не прошу спор, пожалуйста, с доктором Щегловым. Давайте мы все-таки представимся тогда, а то как-то доктор Щеглов звучит, а мы пока не знаем, кто вы. Да, ну, я по специальности сексолог, сексопатолог, заведую кафедрой, консультирую. Все в рамках своей деятельности. В отношении лысых, очень кратко. А, если захотим, разовьем эту тему, считаю, что тема вообще надумана. Просто придумана. Не нами, газетами. Не нами, именно газеты. Газеты разгоняют некий страх, потом начинают мужественно преодолевать его. Б, в продолжение темы, вот, коллеги... Извините, можно я вас перебью? Скажите, пожалуйста, а ваше мнение, надумана ли эта тема, вы тоже врач? Нет, эта тема не надумана, это вообще боль моих больных, которые пообращаются почти каждый день с такими проблемами. Что будем делать, врач Щеглов? Будем говорить так, это боль больных, но боль у больных потому, что общество придумало нелепые совершенно стандарты, по которым они мучаются и невротизируются. Если завтра мы объявим, что серые глаза, это мучительно, то через 15 лет все лица с серыми глазами будут невротиками. Спасибо. Одну секунду нас... Одну секунду нас... Да, мы слушаем вас. Если есть звонок, пожалуйста. Владимир Мукусев, только без паники. Слушаем вас. Да, слушаем. Ответный ход, извините, ваш. Да. Насчет того, что сказал только что доктор Щеглов. Нет. Вы представьтесь, пожалуйста, чтобы было ясно, какого профиля вы врач. Я врач-дерматолог, гомеопат Ицевич Людмила Николаевна. Людмила Николаевна, развейте, пожалуйста, мою темноту. Именно дерматологи занимаются вот волосяным покровом, извините. То есть это не только кожа, это волосы. То есть нет специального специалиста. Но у нас это волосы, это придатки кожи, поэтому мы этим и занимаемся. И зачастую это именно болезнь внутренняя. И иногда и экология тоже. Спасибо. Одну секунду, одну секунду, Людмила Николаевна. Есть, да? Алло. Здравствуйте. Простите, с кем я говорю? Вы говорите с Гоффманом Ильей Ивановичем, с заведующим отделом антропологии, Музея антропологии имени Петра Великого. Очень приятно. Илья Иванович, скажите, пожалуйста, вот, а зачем, собственно, если брать не божественное предохождение человека, а, скажем так, дарвиновское, зачем человеку волосы? Вот уж вы видите, за мной такой странный вопрос. Почему их нет на теле и почему они сохранились на голове? Да, ну вот, действительно, проблема ли это, если их не будет вообще? Но не будет и хорошо. Ну вот, есть такая теория футурологов будущего человечества, что вот процесс эволюции будет идти к тому, что человек может жить без волос и даже без зубов, поскольку в дальнейшем можно питаться и через, с помощью таблеток и всяких желе и так далее. Ну, она мало разделяется учеными. Илья Иванович, если можно чуть побыстрее, вот именно на мой конкретный вопрос. Будьте любезны. Волосы у человека исчезли и остались в процессе его эволюции. О том, что когда-то у предков человека они были, говорит то обстоятельство, что тот волтяной покров, который сегодня имеется у человека, он является как бы тройным. Это первичный, вторичный и третичный. Илья Иванович, давайте говорить только о том, что на голове, и страшно ли это с точки зрения, так сказать, вот вашей науки, если это все исчезнет, и, собственно, зачем они остались? Вот на этот короткий вопрос, пожалуйста, короткий ответ. При современной цивилизации это не имеет значения, потому что человек, если ему холодно, может голову накрыть, а если ему жарко, он может раскрыть и накрыть панамкой. Огромное спасибо вам, Илья Иванович. Спасибо вам большое. Всего доброго. Звонок от телезрителя, пожалуйста. Слушайте. Алло, алло, алло. Слушаем вас, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что вопрос лысых меня очень волнует, потому что это вопрос не только чисто косметический. Лысые мужчины, лысые женщины, это одно. А когда лысый ребенок, это страшно, потому что это говорит еще о нездоровом возрасте нашего города, об экологии нашего города. Ведь вслышенно изменяется и личность ребенка. Простите, это касается лично вас? Вот такой вопрос. Я вас не вижу по телевизору, к сожалению. Я в другой комнате. Хорошо, тогда слушайте меня, пожалуйста, из другой комнаты. Это касается лично вас, вот то, о чем вы рассказываете? Я имею в виду ребенка. Хорошо, тогда ради бога, извините, что не получилось у нас. У меня вопрос вот к вам. Вот тут произнесено было слово косметическое. Вы обе специалистки. Я хотел бы вас познакомить. Вы представьтесь, пожалуйста. Я Люба Буйнова, мастер-модельер. Из? Парикмахер. Из салона, надеюсь. Людмила Усенко, салон Блонди, парикмахер-модельер. Вот знаете, о чем я вас спрошу? Я понимаю, что вы профессиональные парикмахеры, профессиональные мастера. Но ведь у вас, у мастеров, есть целый час, иногда и больше, когда вы, наверное, слышите от клиента, либо клиентки, не только то, как ему сделать прическу, но и то, что привело его к вам. И если у этого клиента проблема с, как сказал наш уважаемый антрополог, с волосяным покровом, то что вы только предлагаете прическу, либо что-то еще? Нет, мы, конечно, не предлагаем только прическу, но ведь надо к человеку очень осторожно подходить, понимаете, очень внимательно, потому что одно слово, ну, грубое или неосторожное, может очень человека обидеть в каком-то отношении, в общем-то, его внешности. Понятно, может быть, сейчас об этом будет наш звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Ну? Да, слушаем вас. Алло, алло. Это Мугусев, да? Я с вами разговариваю. Да, это Владимир Мукусев, да. Вы с нашего института, я вас очень хорошо знаю. Спасибо. Спасибо вам большое. По предмету передачи, пожалуйста. Вот, помогите мне у моего внука, вывезли волосы, он совершенно лысый. Три годика у него, исчезли волосы. Три годика, извините, я... А что, собственно, с внуком, вы знаете? Мы даже не знаем, от чего у него вывезли. Так, вот такой диагноз. Спасибо большое. Значит, трагедия в семье, внук три года, лысый, проблема, естественно, есть, но непонятна причина. Что делать? Приходите к нам, в гомеопатическую поликлинику, ко мне, разберемся вместе и поможем. Куда? Пражская, 12, 82-я поликлиника. А что делать, если нас смотрят сейчас такие же люди в Владивостоке? Ну, не сейчас, не в данный момент, но в принципе... Ну, знаете, сейчас гомеопатии очень много, где есть и врачей тоже, и поэтому, ну, надо приходить к специалисту. Специалисты есть практически везде в вашем профиле? Нет, не везде, но в больших городах есть. Могут ли они приехать, если специалисты нет, допустим, в какой-то деревне, приехать к вам и вы примите? Откуда угодно. Вы не потребуете практически? Нет, никого, нас это не требуется. Спасибо, спасибо. Возвращаю. Вот у нас несколько такой медицинский характер приобретает наш разговор, а хотелось бы больше его, ну, скажем, мягко в сексуальную плоскость перевести. Отлично. Тогда я, опять же, к героям. Как насчет вот того, о чем сказал мой коллега? Ну, это... Вам мешает, помогает, удлиняет, укорачивает, вот все, что... А, собственно, о чем это? Я, о сексуальной нашей, так сказать, проблеме, которую, оказывается, мы пока еще не обсудили. Ну, не знаю, как на тем, на лебедо, в общем, это лучше влияет, гораздо лучше. А вот я связываю, конечно, в какой-то мере облик, это с фаллической структурой какой-то, тоже, каким-то образом, такое внешнее очертание. Быть может, это вот, Никита Сергеевич, говорят, был большой в этом смысле, да? Кстати, Никита Сергеевич, вы смотрите, как мы еще одну тему не затронули. Как известно, у нас впереди выборы президента. Как известно, царствовали в стране, у нас так уж получилось, не знаю, с какого времени, но по очереди. Лысые, волосатые, лысые, волосатые. Сегодня президент у нас... Сегодня у нас президент пока волосатый. Так, значит, следующий... Следующий либо лысый, либо полысеет сегодняшний. Понятно. Однозначно. И как это все связано вот с затронутой темой? Вот, я как раз хотел бы прокомментировать сказанное, это очень важно. Ведь дело в том, что нас всех в детстве гладили пяловки. Эта ласка развила у нас у всех, понимаем мы или нет, вот как бы голову, как эрогенную зону. Такое дело в том, что лысые имеют колоссальное преимущество, она у них более чувствительна. Понимаете? Срочно брею, срочно брею. При поглаживании по голове лысый человек получает такую массу удовольствия, которую волосатый не сможет понять. Я думаю, Анвар подтвердит. А вот почему сапожник без сапог? Сапожник без сапог? Ну, как бы. Ну, нет-нет, лысые, частично, частично. Спасибо. Так, вопрос к вам, коллеги. Вы в комсомолке работаете. Всегда ли, ну, может быть, это немножко профессиональный разговор, тем не менее, он очень важен. Вы приезжаете к кому-то на интервью, так сказать. Первое впечатление, ну, и что делать? Может быть, все-таки парик? Нет, вы знаете, как-то в работе это, наоборот, даже лично становится приметным. Меня узнают в городе, меня знают. Поэтому это даже положительная ситуация. Ага. Слушаем вас, слушаем вас. Слушаем вас. Да-лё. Да-да, слушаем вас. Вы меня слушаете? Да, вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы представляете, такую вот интересную у вас передачу. Ну, вот я родился в 1148 году. Был абсолютно лохматым. А даже мама моя удивилась так, что, ну, просто самому было неудобно. Ну, вы имеете голову в виду, наверное, только. Да-да, всё, туловище в том числе. А теперь я абсолютно лыжий. Очень интересно. Так. Ну, так что, я не понимаю. Объясните, пожалуйста, феномен или что такое. Так. Да. Так вот я хотел узнать, как так. Как так, вот так получилось? Да. Может быть, вы, уважаемая Татьяна Александровна, Максимова, вы представляете ведь Центр Здоровья, или так он называется? Ну, Школа Здоровья при Дворце культуры связи. Вот скажите, пожалуйста, вот если человек рождается, и вот уже растёт, и растёт, он уже взрослый, и вот всё лохматый с ног для головы, он каким-то образом может к вам обращаться? Дело в том, что мы, в принципе, никого не лечим, как врачи. У нас просто люди приходят в нормальное расположение духа, что бы с ними ни происходило. Потому что, на самом деле, вот смотрите, интересную газетку здесь лискало, и выяснилось, что Бог есть. Это даже признали открытие американских учёных. А если Бог есть, значит, всё, что с нами случается, значит, это посылается свыше. Чего так сепетить? Хорошо, но, тем не менее, вот проблема-то не про Бога сегодня, а немножечко, так сказать... Нет, как раз про Бога. Вот получается, я когда-то изучала астрологию и знаю, что самые знаки лысоватые, можно так сказать, это львы, стрельцы и отчасти овна. Причём, если солнечные, если восходящие. А с другой стороны, если знать, какие таланты именно у этих людей, так это самые любимые дети Господа. А он им волос не даёт, может быть, как средство от какой-то другой болезни более страшной, он их предупреждает. Вот я, кстати говоря, хотела бы задать вопрос. И пусть они мне пишут. Как вы думаете, от какой более серьёзной болезни Господь предохраняет людей, вот имеющих такие необыкновенные таланты, какие мы знаем у львов? Это же знак королей. Так, секундочку, 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 это другая передача. Вы меня простите, ради Бога, Татьяна Александровна, да. Конкретный ответ на конкретный вопрос. Человек лохматый, с ног до головы, он может к вам прийти? Да может и совершенно лысый, совершенно лохматый, пусть приходит, разберёмся, и он станет весёлый и счастливый. Понятно, то есть это, в общем, не зависит от лохматости, от степени лохматости весёлый. Что делать вам, как эксперту, вопрос, человеку, так сказать, который от этого страдает, которого проблема? Вы знаете, я полагаю так, что я уже пытался развить тезис, что это проблема надуманная. Если не идёт речь о здоровье, конечно. Но, увы, мы все живём в ситуации массовой культуры, и если завтра предложат другие каноны, мы будем их следовать. Что я могу сказать однозначно? Это то, что человек никогда не должен пытаться прикрывать свой дефект. Это уже проверено психотерапевтически. Вот эти лысины, которые зачёсаны тщательно тремя волосами, это мучает людей. Не будем называть фамилию президентов соседних республик. Никогда, никогда. То есть, как раз вот я хотел бы обратиться ко всем президентам. Откройте свою лысину и будьте теми, кто вы есть, и всё будет в порядке. Спасибо. Звонок, пожалуйста, только очень кратко. У нас осталось 3 минуты. Пожалуйста. Кто лысит. Слушаем вас. Звоните крапиву и бойте голову, кто начинает лысить. Сразу тонавливаются волосы. То есть, крапива. Вот простой такой крапивы. Крапивы не пробовали, Володя? Максим, извините. Всем пробовали. Сейчас, секунду, секунду. У меня важно, чтобы, так сказать, эксперты наши замечательные сказали слова. Что делать, вот уже не в случае, так сказать, с детьми, а в случае с взрослыми? Нет, крапива хорошо, только свежая трава. Сразу собранная, заваренная, вот ей можно мыть. Ух, я представил этот венич. Заваренная, заваренная, конечно. Это кислое тесто, запаренное на кефире, бродящее на ночь, залепляясь в голову, ложишься спать, укутываешься плотно. Водка, натирается чесноком, ноги горчицей, сверху чай с малиной. Это к доктору Щеглову. Всё дальше, всё к доктору Щеглову. Так, уважаемые наши мастера, что вы скажете? Я считаю, что нет проблем вообще с лысыми, но лысые они ничтоже люди. Пусть приходят, подстригают. Это как бы мы сомнению не подвергали, да. Но вот приходит лысый человек, и что вы с ним делаете? Стригу. Хорошо, завтра. Мы тоже делаем, стрижём и уговарим, что это не проблема такая глобальная, что без неё главное не что на голове, а что в голове. Ага, вот здесь мы выходим на какую-то, так сказать, более глобальную тему. И тем не менее, тогда я снова к вам. Да. Столько ли в голове делаем? Вот я вспоминаю сейчас... Как к сексологу вопрос. Нет, сейчас я хотел бы вспомнить КВНное прошлое институтское. У нас был вопрос, какой лоб семипядий? И был ответ, чтобы семипядий уместить, лоб явно лысым должен быть. Вот связь какая. Понятно. Спасибо большое. Уважаемые наши... Ну, как бы, мне всё время хочется сказать, участники нашего заседания. Ну, не получается, так сказать, что вот я бы вас видел, что вы тоже бы пили пиво и вот так же бы с нами общались. Мы надеемся, что то, что мы сегодня обсудили, во всяком случае, заставило тех, для кого, может быть, это была и есть серьёзная проблема, ну, как бы, точно совершенно понять, что, во всяком случае, если к ней подойти спокойно, если задуматься, то можно и эту проблему тоже решить, только без паники. Продолжение следует...